Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы хотим познакомить вас с замечательной книгой Владимира Морозова «Рассказы о русском лесе». Книга издана в 1991 году, но не утратила своей актуальности сегодня. В ней очень любопытно рассказано о жизни леса, его обитателях и деревьях. Подмечены такие тонкости, которые не встретишь в других произведениях. Интерес к книге рождается уже тогда, когда смотришь названия глав. «Лесной гастроном», «Таёжный великан», «Музыкальное дерево», «Дятлова кафе». Особенно занимательно в книге рассказано о деревьях. Например, вы знаете, что сосновый лес называют «краснолесьем». Сосновый сок – смолу – называют «живицей». Она выступает из царапин на стволе. На воздухе смола застывает и заживляет ранку. За долгие годы смола превратилась в жёлтые прозрачные камешки. Это янтарь. Сосна на болоте невысока и корява. Такой сосняк называют «сфагновым». Это от того, что рядом с сосной на болоте растёт зелёный бурий мох «сфагнум». Это растение без корней. Вершинка у него постоянно растёт, а низ постепенно отмирает и откладывается в торф. На Уральских горах в Сибири растёт кедровая сибирская сосна. Люди зовут её просто кедром. Древесина кедра прочная и мягкая. Она пропитана пахучей смолой. Моль не выносит запаха кедровой смолы, поэтому в шкафах из кедровой древесины никогда не заводится эта вредная бабочка. Кедр называют кормильцем теги или деревом маткой, то есть матерью. И не напрасно. Много зверей и птиц жируют на вкусных орешках, шелушат шишки кедровки, отъедаются на жирных орешках и медведь, бурендуки, белки и соболь. Лиственницу же называют дочерью солнца. И не случайно. Это дерево очень любит свет и совсем не может жить в тени. Если сосна или ель продолжают расти и ночью, то лиственница с заходом солнца как бы засыпает. С первыми лучами восхода она вновь трогается в рост. Лиственницы в тундре низкие и корявые. Суровые зимние стужи и лютые ветри скрутили стволы. Такое дерево с трудом берет пила, отскакивает от него и топор. В тайге лиственница растет быстро, со сне за ней не угнаться. За 10 лет лиственница может подняться до крыши пятиэтажного дома. Раньше собирали лиственничную смолу и жевали, как жевательную резинку. Зубы тогда не болят и всегда бывают чистыми и белыми. А что за музыкальное дерево растет в наших лесах? Это ель. В еловых лесах встречаются деревья с прямым стволом, гладкой корой и тонкими гибкими сучьими. Это резонансные ели. Из них делают скрипки и другие музыкальные инструменты. Раменью же называют лесники еловый лес на влажных глинистых почвах. Рамень мрачна. Сюда, словно под шатер, не проникают ни солнце, ни ветер. Как волосы бабы и ги висят на ветвях седые космолишайников. Кора у пихты светлая, гладкая. На стволе под ней заметны пузырьки. Это смоляные карманы. Стоит надавить на пузырек, видуется пахучая оклейкая жидкость – смола. Ее называют пихтовым бальзамом. Им склеивают стекла в микроскопах, телескопах и биноклях. Прозрачный пихтовый клей ценен. Он не мутнеет от времени. Пихта сильнее других деревьев в тайге страдает от огня. Ее тонкая смолистая кора обгорает даже при беглом язовом пожаре. Пионер – значит первый. И березы раньше других деревьев захватывают гарри, вырубки, заброшенные поля. Бывает, что растет даже на крышах домов. Березу лесники называют поводырем русского леса, а то и иловой нянькой. Ель, которая в молодости очень нежна, любит селиться в березняках. Кроны берез защищают иловый подрост от жгучих солнечных лучей и поздних весенних заморсков. Дятлы обожают березовый сок, который добывают сами. Они прибивают березу клювом и слизывают выступающие капельки. Вот такое оно – дятлова кафе. Есть среди деревьев и золушка. В отличие от березы, осина – нелюбимая падчерица. Даже лесоводы считают ее лесным сорняком. Если срубить сосну, ель или кендр, их корни в скором времени тоже погибнут. А у срубленной осины кончики корней загибаются вверх и прорастают. За несколько лет один осиновый пень может захватить целое футбольное поле. Осиновая древесина легкая и мягкая. Она хорошо колется и горит без копоти. Поэтому спички делают только из осины. Осиновой корой и тонкими ветками кормятся звери. Бобры валят большие деревья, разгрызают их на бревнышки и утаскивают в свои подводные кладовые. Зайцы и лоси объедают зимой кору с осин. Съедобна не только осиновая кора, но и листья. Летом можно заготовить осиновые веники. Зимой веники запаривают и кормят осиновой кашей коз и овец. А вы знали, что ольха и ручей – неразлучные друзья? Вода питает растения. Дерево, в свою очередь, пронизывает корнями берег ручья. На корнях ольхи небольшие оранжевые клубеньки. В них живут невидимые глазу грибки. Эти грибки выбирают из воздуха азот и передают его почве. Если ветку рябины опустить в воду, то вода долго будет свежей. Это от того, что в рябине много фитонцидов – растительных ядов. Фитонциды есть не только у рябины, но и у черемых и можжевельника, сосны. Растительные яды губительны для микробов. Клюют рябину свиристели, снегириды, раздысы, рокет, стерева и рябчики. Кормятся ягоды неребины и звери – белки, куницы, лисы. Медведь гнет гибкие стволы и жует багряные кисти, прямо с листьями. Много всего удивительного можно встретить в лесу. А если нет возможности посетить столь винующее место, читайте книги о нем и узнавайте много нового и интересного, чтобы всегда было чем удивить своих друзей. Приходите к нам в библиотеку и восхищайте всех вокруг своей эрудицией. Приятного вам прочтения и до новых встреч!